Всем привет, ребятушки! Добро пожаловать на мой YouTube канал! Заходи, дорогой гостем будешь! В сегодняшнем видео хочу немножко рассказать об аналоговой парфюмерии, точнее о нескольких брендах аналоговой парфюмерии и о нескольких ароматах, которые есть в моей коллекции. Те, кто смотрел мое прошлое видео о шейках, знают, что я спокойно, нормально, толерантно отношусь к аналоговой парфюмерии, потому что среди аналоговой парфюмерии иногда можно выловить настоящие бриллианты, и, как мне кажется, несколько таких бриллиантов я себе выловил. Но, как говорится, в семье не без урода, и среди них есть один аромат, который меня очень разочаровал, но давайте обо всем поподробнее. В моей коллекции пять разных ароматов от пяти разных брендов, и я подумал сделать такой мини-хит-парад, то есть что-то вроде топ-5 от худшего аромата к лучшему. И давайте, чтобы не затягивать, сразу переходим к делу. Итак, наш главный аутсайдер, то есть аромат, который мне понравился меньше остальных, аромат, который занимает пятое место, это аромат от фирмы Gaslin. Я надеюсь, правильно произношу, который называется Шанс, и это аромат под номером, под номером, сейчас я вам скажу. А номер, кстати, здесь не указан. Я так понимаю, да? Видимо, это не номерная парфюмерия. В общем, ну ладно. Gaslin, Шанс. И уже по названию, в принципе, несложно догадаться, что это аналог на аромат от Шанель, который называется Шанель Шанс. Вообще, я совершенно не знаком с Шанель Шанс, и если вы сейчас спросите меня, зачем я тогда покупал аналог на неизвестный мне аромат, то я просто был под тяжелыми наркотиками. Шучу, шучу, конечно. Все очень просто. Мне, на самом деле, хотелось познакомиться с этим брендом Gaslin, и я стал читать отзывы на эти ароматы, и меня больше всего зацепили отзывы именно о Шанс. Потому что там люди писали о том, что он очень стойкий, он очень шлифовый, что это один в один Шанель Шанс. Вот. И несмотря на то, что Шанель Шанс это женский аромат, мне все-таки захотелось с ним познакомиться. Я почитал отзывы непосредственно на Шанель Шанс, и, в общем, решил убить двух зайцев. То есть, с одной стороны, хотя бы примерно познакомиться с Шанель Шанс, а с другой стороны, познакомиться с брендом Gaslin. Вот. Что он из себя вообще представляет. По итогу получилось, что я не убил двух зайцев, а погнался за двумя зайцами, и ни одного не поймал, потому что мне этот аромат совершенно не понравился. Более того, я думаю, что он вряд ли очень похож на Шанель Шанс. Единственное, что мне в нем понравилось, это оформление. Оно, в принципе, выглядит достаточно интересно. Такой белый матовый флакон, как вы видите. Здесь такой золотой принт. Вот. Кстати, он не стирается, потому что аромат у меня давно. И, как вы видите, все в порядке. Крышечка тоже такая достаточно интересная, рельефная. Здесь такая золотая пластинка. Крышечка, конечно, пластиковая, но ничего. В принципе, нормально. За его цену. Оформление, в принципе, достойное. Что касается самого аромата, то я его могу описать в двух словах. Это шипровый трэш. Давайте я сейчас нанесу его на такой импровизированный блотер. Кстати, это безворсовые салфетки. И я очень рекомендую использовать их в качестве блотеров. Потому что, допустим, на бумажных блотерах аромат иногда искажается, потому что к нему подмешивается запах бумаги. А вот такие салфетки, они, на мой взгляд, идеальны, потому что здесь нет никаких примесей. Вы наносите аромат и, в принципе, чувствуете его таким, каким он должен быть. Первое, что я слышу при нанесении этого аромата, это две очень необычные, нетривиальные ноты. Которые не заявлены в пирамиде, но, на мой взгляд, они здесь очень отчетливо слышны. Ноты, как я уже сказал, очень необычные. Я бы даже сказал такие с претензией на нишу. Это нота спирта и нота дихлофоса. Вот если у вас был дихлофос, я думаю, вы представляете, как вот это пахнет. У меня был дихлофос одно время. И я очень помню эти ощущения, когда ты им брызгаешь, и у тебя все рецепторы просто заглушаются. Этот аромат попадает тебе не только в нос, но и прямо в горло. В общем, дышать невозможно, ты начинаешь закашливаться. Вот здесь такая же история. Если вы переборщите с пшиками, то вы рискуете закашляться так, что накачаете себе пресс. Минут через 15-20 аромат, конечно, начинает успокаиваться. И через вот эти вот две ноты спирта и дихлофоса начинают прибиваться другие ноты. Но почувствовать всю их прелесть и красоту мешает никуда не уходящий дихлофос. Он, конечно, становится потише, но все равно никуда не исчезает. Ребята, давайте посмотрим, что у нас заявлено по пирамиде. По пирамиде у нас заявлено следующее. Жасмин, абсолют ванили, белый мускус и ирис. Вы знаете, мне кажется, насчет жасмина и белого мускуса здесь прям погречились. Никакого жасмина или белого мускуса я вообще не слышу. Ирис, ну, может быть, где-то там что-то такое мелькает. Абсолют ванили. Да, возможно, есть, но если это ваниль, то она такая, знаете, залежавшаяся и какая-то прогорклая. То есть какая-то такая с горечью и очень неприятная. Вообще, если честно, я здесь больше всего слышу пачули, которые вообще абсолютно не заявлены в пирамиде. Вот, но я их слышу. Причем они такие очень какие-то пыльные. Аромат из-за этого кажется какой-то очень сухой. И в голове рисуется какая-то пустыня, где абсолютно нет никакой влаги. Все такое полумертвое, засохшее. Вот. Сама картинка, возможно, рисуется такая достаточно интересная, симпатичная. Но аромат, поверьте, совершенно неинтересный и вовсе не симпатичный. К тому же у этого аромата совершенно никакая стойкость и очень слабенький шлейф. По стойкости я его на себе ощущаю, ну, максимум часа два на одежде. Потом он просто испаряется. Шлейф небольшой, на расстоянии вытянутой руки и ощутим он, ну, минут 15. В общем, после такого неудачного знакомства с этим брендом я совершенно потерял к нему интерес. Хотя я не исключаю, что, возможно, у них есть достойные ароматы, но разочарование именно этим ароматом у меня настолько высоко, что с другими просто вообще не хочется знакомиться. Подводя итог, скажу следующее. На мой нос аромат получился крайне неудачный, он неприятный, он некрасивый, он совершенно не вызывает никаких положительных эмоций. Вот, так что если меня смотрят представители компании Геслин, ребят, пожалуйста, не обижайтесь, говорю так, как есть. Аромат мне не понравился. И я считаю его неудачной, вашей работой. Хотя вот я сейчас подумал, что... А ведь, возможно, Шанель Шанс действительно похож на него. Возможно, и в Шанель Шанс есть нота дихлофоса. Тогда, если меня смотрят представители компании Шанель... Извините, ребят. Интересно, меня смотрят представители компании Шанель? А теперь четвертое место. И на четвертом месте у меня находится аромат уже гораздо получше, покачественнее. Бренд называется Севаверик. Вот, вот так вот выглядит флакон. Флакон выглядит обалденно, на мой взгляд, потому что он выполнен из тяжелого стекла. У него металлическая тяжелая крышка, на которой выгравирован, выгравирован вот такой вот таинственный, интересный знак. Здесь такая табличка с брендом. Поливилизатор, конечно, выглядит дешево, но если закрыть глаза на поливилизатор, то сам флакон, мне кажется, прям напоминает какую-то дорогущую нишу. В общем, за флакон я могу поставить, ну, прям 9 из 10. Более того, этот аромат продается вот в таком вот прикольном футляре. Вот так вот он закрывается. Здесь у нас тоже название бренда. Здесь табличка. В общем, выглядит, ну, достаточно круто, мне кажется, для аналоговой парфюмерии. При этом стоит он что-то в районе 20 долларов, то есть достаточно недорого. Оформление это, конечно, хорошо, но нас прежде всего интересует сам аромат. Аромат, кстати, у нас идет под номером M5013, и он вдохновлен брендом Givenchy, ароматом Blue Label Poor Home. С ароматом Blue Label Poor Home я был знаком всего один раз в парфюмерном магазине. Тестил его на блотере, и мне он тогда показался достаточно обычным, тривиальным, незамысловатым, без особой изюминки, но при этом какой-то очень-очень приятный, с которым можно и в пир, и в мир, и в добрые люди. Конечно, сам аромат я не купил, но он как-то врезался мне в память, он оставил какие-то приятные впечатления. Вот. Поэтому, когда я узнал, что он есть в аналоговой парфюмерии, именно у бренда Sevaveric, я решил, опять же, попробовать убить двух зайцев. И в данном случае у меня получилось убить двух зайцев. Сейчас, конечно, сложно сравнивать этот аромат и Blue Label, который находится у меня не на блотере, а в голове, но, если честно, знаете, по воспоминаниям он действительно на него похож, на Blue Label, потому что вот этот Sevaveric 5013 у меня вызывает похожие ассоциации. То есть, он звучит достаточно простенько, без особой индивидуальности, без какой-то харизмы, но при этом он очень-очень приятный. Он понравится многим. Мне кажется, это тот аромат, который подсовывают консультанты, когда к ним приходят мужчины, которым нужно просто вкусно пахнуть. Вот. Такой усреднённый, приятный мужской аромат. Давайте нанесём его на блотер и послушаем с блотера. Кстати, распыление здесь достаточно неплохое. Ох, какой он приятный. Вот здесь чувствуется, что производители прям постарались. Со старта, кстати, нет никакого спирта. Нет никакого дихлофоса, слава богу. Вот меня почему-то ещё сейчас отсылает к Blue de Chanel. Я не знаю, почему, может быть, он на него похож. Либо просто потому, что Blue de Chanel, в принципе, для меня тоже безликий. Простите, ради бога, поклонники Blue de Chanel. Но я его считаю тоже без особой индивидуальности. Это просто аромат, который вкусно пахнет. По пирамиде у нас здесь цитрусы, перец, кардамон, специи и алибаны. Цитрусы точно есть. Перец точно есть. Кардамон, возможно. Специи, ну, возможно, но я их не слышу. Алибанум, ну, что-то такое, наверное, есть. Мне кажется, здесь есть ещё деревяшки, какой-то кедр, вот что-то такое. Для меня он свежий, но не акватически свежий, а скорее свежепряный. Он звенящий, он простой. Но именно этой простотой он и цепляет. Мне кажется, он подойдёт как и молодым людям, начиная от 20 лет, так и мужчинам за 40. То есть он абсолютно универсальный. Вот с ним можно в любое время года, на любое мероприятие. Он везде будет уместен. Мне кажется, вот если вы парень, который особо не разбирается в парфюмерии, но ищет какой-нибудь аромат, чтобы просто приятно пахнуть, то и вам нужен недорогой аромат, то вот этот вот вариант вам может очень даже подойти. Кстати, отдельный плюс это то, что у него достаточно приличная стойкость и длинный шлейф. По стойкости я его на себе ощущаю целый день и даже на следующий день улавливаю. Но здесь нужно сказать о том, что я вообще ароматы наношу на одежду, потому что у меня очень прожорливая кожа и она быстро съедает ароматы, поэтому приходится жертвовать одеждой. В общем, Сиваверик, респект, ребята молодцы, мне понравился аромат, мне очень понравилось оформление, дизайн, поэтому возможно в будущем я присмотрю себе в коллекцию у них что-нибудь еще. Итак, бронзу, то есть третье место у нас получает бренд Divine Aroma и аромат под номером M011. Вообще Divine Aroma достаточно интересный бренд, я подписан на их инстаграм и вы знаете, этот инстаграм просто роскошный. Там очень много красивых стильных фотографий, сама лента в инстаграме оформлена очень круто, очень гармонично по цвету. В общем, чувствуется, что ребята ответственно, с любовью, с душой подходят к тому, что они делают. И за это им большое уважение. У них достаточно много разных флаконов по дизайну, по форме. У меня вот такой вот флакончик, достаточно хорошо выполненный, придраться не к чему, выглядит тоже достаточно стильно. Но, если честно, мне кажется, что Divine Aroma эту форму кое-у-кого сперли. Вот просто сравните, да? Вот такая крышечка, вот это вот стекло ребристое, да? Это Atkinson, если что. Ну, ладно, сделаем вид, что мы ничего не знаем. Сам же аромат вдохновлен знаменитой тосканской кожей от великого и ужасного тома нашего Форда. К сожалению, с оригинальной тосканской кожей я не знаком, но я слышал очень много ароматов, похожих на тосканскую кожу, и я примерно представляю, что это за зверь. Как известно, тосканская кожа это в основном две ноты, кожа и малина. И Divine Aroma, собственно, это тоже кожа и это малина. Но есть разница. Если в тосканской коже в отзывах я очень часто встречал мнение, что там кожа доминирует над малиной, то в Divine Aroma могу с точностью сказать, что одинаково слышна и кожа, и малина. То есть 50 на 50. Возможно, даже малина чуть-чуть доминирует над кожей. Это очень удачное сочетание кожи и малины. Кожа, кстати, это не моя нота. Мне она в ароматах, как правило, не нравится. И вообще такие контрастные ароматы мне даются тяжеловато, когда с одной стороны грубая кожа, а с другой стороны такая нежная, мягкая ягодность, типа малины. Но, тем не менее, этот аромат мне зашел. Зашел именно потому, что эту кожу грубую малина очень смягчает и получается что-то интересное, уникальное, я бы даже сказал. Кожа здесь отсылает к какой-то респектабельности, а малинка, она вносит какой-то игривости, легкомысленности. В общем, для меня это аромат-контраст. Но этим он интригует, этим он и интересен. Пирамиду этого аромата я не нашел в интернете, но и без всякой пирамиды понятно, что здесь дуэт кожи и малины. На мой нос этот аромат звучит гораздо дороже своей цены. Здесь нет никакого спирта на старте, у него неплохая стойкость, в районе 6-8 часов у него хороший шлейф. Вот, поэтому я могу его рекомендовать как неплохую альтернативу тосканской коже без серьезных финансовых потерь. Это, кстати, абсолютный унисекс, я его вижу как и на мужской аудитории, так и на женской. Что касается времени года, то скорее все-таки на прохладу, потому что в жару он может поддушивать. Это все-таки тяжеловатый аромат. По стилю я его вижу как и под какой-то деловой костюм строгий, так и вообще в другую степь, под какой-то рокерский стиль. То есть косуха, мотоцикл, вот вся эта тема рокерская. В общем, достойный, прикольный, интересный аромат, который претендует на нишу. Divine Aroma, конечно, молодцы, но тырить дизайн флакона это no good, это не хорошо. А теперь серебро. То есть второе место, которое у нас получает компания Nadine с ароматом под номером 244, который находится вот в таком вот футлярчике. Футлярчик на самом деле мне не нравится. Он очень такой слабенький, хиленький, выполнен не очень качественно. Здесь много каких-то кривых срезов. Сам флакон лежит очень криво. Ну, то есть вы смотрите это дешево. Хотя сам флакон мне нравится. Он прикольный. У него крышечка на магните. Ну и сам флакончик, в принципе, такой тяжеленький и выглядит достойно. По дизайну этот флакон напоминает флаконы от Bayreda. И сам аромат, находящийся здесь, вдохновлен ароматом от Bayreda, который называется Blanche. И вы знаете, мне кажется, что создатели этого аромата настолько вдохновились Bayreda Blanche, что создали практически идеальную его копию. У меня есть Bayreda Blanche в пробнике. И если честно, я особо вообще не вижу никакой разницы между этим ароматом и Bayreda Blanche. Если нанести их на руку, допустим, Bayreda Blanche на эту руку, а 244 на эту, то, конечно, различия можно найти, если прям внюхиваться. Но в шлейфе они звучат вообще максимально идентично. И дело даже не в том, что компания Nadine настолько красавчики, что смогли повторить сложный нишевый аромат. На мой взгляд, все дело в том, что Bayreda Blanche это вовсе не сложный аромат. Как мне кажется, он вообще не нишевый, он звучит очень люксово и пахнет обычной чистотой. Так пахнут вещи после стирки каким-нибудь дорогим стиральным порошком. Когда вы их развешиваете где-нибудь во дворе, а потом случайно проходите мимо и ощущаете такую приятную, кристальную, звенящую чистоту, свежесть. Это и есть аромат Bayreda Blanche. И одновременно аромат 244 от Nadine. В пирамиде здесь заявлены Лина Лол, Кумарин, парфюмерная композиция и Амбра. Понятия не имею, что такое Лина Лол, но что касается Амбры, то я ее здесь вообще не ощущаю. Мне кажется, здесь вообще должны быть какие-то цветы, мне кажется, здесь должен быть белый мускус. И все. В старте у него, конечно, немножко пробегает спиртик, но совсем чуть-чуть, и он буквально сразу уходит. Аромат становится очень таким звенящим, искрящимся чистотой. Я вообще ароматы чистоты просто обожаю. Все вот эти вот мыльные пузыри, белые рубашки, порошки, мыло. Мне это все очень близко, поэтому эта покупка для меня очень удачная, потому что я буквально за копейки получил аналог, хороший аналог, качественный аналог Bayreda Blanche. Его, кстати, еще сравнивают с ароматом от Moschino, который называется Toy Boy 2, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, там такой светлый прозрачный флакон. Я пробовал его, тестил, и, если честно, мне кажется, что все-таки Надин ближе к Bayreda Blanche, чем к Moschino. А что особенно приятно, это то, что этот аромат обладает очень хорошей стойкостью и шлейфом. Стойкость у него выше среднего, я его на себе ощущаю тоже примерно, наверное, целый день, и потом еще на следующий день могу улавливать. Шлейф длинный, и он хорошо ощутим, наверное, часа 2-3 точно, потому что я как-то отдыхал на природе с друзьями. Со мной был этот аромат, и моя подруга попросила нанести его на себя. Она сделала буквально один или два пшика, и потом я, наверное, часа 2-3 от нее улавливал этот прекрасный красивый шлейф чистоты, как будто эта девушка вот только вышла из душа. Приобретал я его на Валдберрис, у него там было очень много положительных отзывов, и я, конечно, к ним присоединяюсь, но, насколько я знаю, его там больше не продают, так что кто не успел, тот опоздал. В общем и целом, мне, конечно, понравился этот аромат, но у него есть один небольшой косячок. Если его потрусить, то из-под вот этого вот железного основания начинает протекать сам аромат. И мне это очень не нравится, я пока не придумал, что с этим сделать. И вот из-за этого косячка, если честно, мне уже не хочется знакомиться с другими ароматами от компании N1, потому что, судя по отзывам, эта проблема у этого бренда достаточно распространенная. Вот, так что, если меня смотрят ребята из компании N1, обратите на это внимание, ясненько? Ну а золото у меня занимает мой главный фаворит, аромат от компании Uso Creations. Не обращайте внимания на мой английский, он у меня хреновый. Аромат под названием 78. Кстати, две мои любимые цифры. 7 и 8, обожаю просто. И аромат этот вдохновлен... Killian Gold Knight, который мужской. К моему большому сожалению, с оригинальным Gold Knight от Killian я не знаком. Но, кто смотрел мое прошлое видео о шейках, знает, что я очень уважаю этот бренд. Мне он очень близок по духу. Поэтому я решился на такую авантюру и заказал себе аналог Gold Knight. Тем более, я начитался много хороших, положительных отзывов о компании Uso Creations. Я насмотрелся блогеров, которые хвалили эту компанию. И вот он у меня. Сам флакончик выглядит достаточно лаконично, но при этом стильно. Хотя мне не очень нравится вот эта вот крышка серебряная. Мне кажется, было бы круче, если бы она была деревянная или хотя бы пластиковая, но выполненная под дерево. Но это уже дело вкуса. Что касается аромата, давайте нанесем его на блотер. Распыление, кстати, мне здесь не очень нравится. Оно какое-то истеричное. Я бы назвал его истеричное облако. Здесь балом правят две ноты. Это нота меда и нота почули. И вот это сочетание просто восхитительное. Мне оно безумно нравится. Сам аромат сладкий, но благодаря почули эта сладость как бы немножко приглушается и становится какой-то такой шероховатой, что ли. Меня почему-то сейчас уносит в линейку Амен от Терри Мюглера. Мне кажется, этот аромат мог бы быть одним из фланкеров этой линейки. Ну, потому что там тоже история про сладость и про почули. Давайте посмотрим на ноты, заявленные в пирамиде. Анис, бергамот, цветочный мед, ваниль и почули. Ваниль, да, наверное, есть. Бергамот, ну, не знаю, возможно, тоже есть. Вот я его прочитал сейчас и уже начинаю улавливать. Вот, но все-таки это в основном история про мед и про почули. Несмотря на то, что здесь очень хорошо слышна нота меда, несмотря на то, что аромат сладкий, мне кажется, что он все-таки создан больше в мужскую сторону, потому что чувствуется, что он все-таки с характером. Но я, в принципе, представляю его и на женской аудитории, но на женщинах тоже таких с характером. Еще он мне немножко напоминает арабскую парфюмерию. То есть я бы не удивился, если бы это был аромат у какой-нибудь лотафы. Что-то такое, какие-то восточные нотки, какие-то восточные ночи в нем проскальзывают. Стойкость у него не очень большая, что-то в районе 6 часов. Шлейф присутствует. Но стойкости, конечно, хотелось бы побольше. С другой стороны, он не успевает надоедать. Я поставил этот аромат на первое место, потому что, на мой взгляд, из всех здесь присутствующих, он звучит наиболее нишево, наиболее нетривиально, интересно. Я ношу его чаще других из этой подборки. Ношу его в основном в прохладу, вот в такую погоду, как сейчас, потому что он очень интересно раскрывается именно в прохладную погоду. На Валберсе, к сожалению, на него совершенно нет отзывов. Насколько я понял, он очень непопулярный, но, как мне кажется, это незаслуженно, потому что он может понравиться многим. В общем, если вы любите сочетание мед и пачули, если вам нравятся ароматы от Мюглера из линейки Амен, то я прям рекомендую познакомиться вот с этим вот красавчиком. А на этом все. Получился вот такой вот мини-хит-парад. Кстати, небольшой спойлер. Ко мне едут несколько ароматов от компании Люксадор. Это не номерная парфюмерия, но эта компания тоже делает ароматы, вдохновленные другими известными ароматами. И, на мой взгляд, у них получается весьма и весьма достойно и неплохо. Но об этом я расскажу в других видео. А сегодня закругляюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Не скучайте. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok